Первое предложение – это ценовая политика, которая будет представлена. Мы предлагаем установить стоимость посещений от 500 рублей в месяц для школьников и учащихся. Для взрослых спортсменов установить 1000 рублей в месяц. Объясню эту позицию. Оборудование зала 1970-х годов, на сегодняшний день, которое здесь, уже больше 50 лет. Абонементы в котловских фитнес-клубах начинаются от 1300. Мы знаем, что фитнес-клубы оборудованы полностью, там профессиональные новые тренажеры. Вот такая позиция, предложение. Данное предложение привлечет, я думаю, в спортивный зал максимально большую аудиторию. Плюс появится доступность юношей заниматься собой, прийти в спортивный зал. С точки зрения окупаемости, опять же, привлечением, скажем, 50 и более человек по доступным ценам, это лучше, чем будет ходить заниматься 20. И в будущем этот зал будет признан нерентабельным существованием. Сейчас 1600, безлимитный абонемент, ну и там разные по от 5 до 12 тренировок. То есть до этого было 1200. До передачи 1200 был абонемент в течение 15 тренировок. 15 тренировок, да, 1200. 1600, на сегодняшний день. 1600, это кто захочет, не обязательно. Пусть он будет. То есть вот здесь вот, да. А по поводу... Эдуард, 500. Надо градацию просто побольше сделать, чтобы... Да, 500 рублей, это сколько? 5 посещений. Ну, надо смотреть уже для юноши, я еще раз повторяю, что вот эта сумма, да, чтобы она была наиболее приемлема для ребят, которые, вот, они увидят там, допустим, приемлемые цены, да, а не по продолжительности действия абонемента. Ну, вот то, что сейчас присутствует в течение месяца, безлимитный абонемент на определенное количество тренировок. Вот предлагаем к именчатой перечне длительности действия вести, ну и правильно, точнее сказать, как бы продолжить возможность неограниченного действия абонемента. Ну, в связи с тем, что 90% занимающихся – железнодорожники. И по условиям работы люди работают, бывает, и в три смены, бывает, там, и в командировки уезжают, и разъездной вид работы, то есть касаемо железнодорожников непосредственно. То есть вот здесь вот было до этого принято именно вот такой вот подход. То есть покупает человек, скажем так, квартальный абонемент, там, на 12-15 тренировок. И в течение своей работы, ну, связанной с работой, он там может выходить эти 15 тренировок, скажем, в квартал. За протяжение в квартал. Опять же, это лишь железнодорожников предложение. Потому что именно вот железнодорожники… Да, я отвечу сразу. У нас, в первый раз, замечаем не только железнодорожники, у нас есть ароматная навигация, всех вот путь. То есть там, это не 100%, там, это индивидуальные все вопросы. То есть мы эти вопросы решаем, и мы немедленно продлеваем без проблем. То есть это уже наработано все.